Сказать на сегодняшнем вебинаре, это все про рекламу. В компании я 8 лет работаю, до этого я проработал 6 лет в рекламных компаниях, то есть у меня большой опыт в работе с рекламой, и благодаря этому вот создали все инструменты, которые опыт я дублицировал на наше приложение. Вообще, многие задаются вопросом, эффективна ли реклама в UDS. На самом деле такого понятия, как суперэффективная реклама, нет. Потому что любая реклама строится из запросов. Такие именно запросы хочет тот или иной бизнес. Кому-то надо увеличить продажи, кому-то надо лояльность к гренду повысить. Поэтому, как таковой, эффективной рекламой, ее просто, наверное, не бывает идеальной такой рекламы. Но эффективная реклама, само понятие складывается из чего? Это число просмотров и целевая аудитория. Это самые главные два показателя, которые влияют на эффективность рекламной кампании, как она сработает в целом. Что это значит? Допустим, мы продаем скейтборды. Вот у меня есть компания скейтбордов. Я ее размещаю на каком-нибудь баннере рядом с дачным поселком. Куда приезжают бабушки, дедушки. Но она не будет работать эффективно, потому что ее не видит целевая аудитория. Если же я ее размещу перед каким-то студенческим городком, вот моя целевая аудитория, кто пользуется скейтбордами. Возможно, они увидят эту рекламу, захотят этот скейтборд и купят ее. И это самое главное нужно учитывать в нашем приложении. То, что у нас целевая аудитория в основном состоит из базовых потребителей. То есть это потребители, которые хотят экономить. Это потребители, которые совершают базовые покупки, ходят в не такие дорогие салоны красоты, покупают базовые вещи в магазинах, которые ищут где и сэкономить, и купить какие-то базовые продукты. Вот. Это надо понимать. Это у нас как раз целевая аудитория нашего приложения. Если посмотреть в цифрах, у нас 45% это мужчины. Вот. Нет, нет. Вот по поводу того, это неправильно, я дальше скажу. Там есть выписки цитат как раз. По поводу как раз вот это, то, что не равно продажа. Я сейчас расскажу про целевую аудиторию, которую у нас есть. Вот. У нас все это есть для базовых, для 80% бизнеса, которые у нас находятся. Но нужно понимать, что реклама в ИДС это не панацея. Потому что очень много вопросов было. Вот моя компания, если я сейчас размещу рекламу, сколько ко мне придет клиентов? Я говорю, я не знаю, сколько ко мне придет клиент. Потому что все зависит от вашего предложения. То есть мы можем его разместить, вас увидят, но все зависит от того, захочет ли пользователь воспользоваться этим предложением или нет. У нас были случаи, когда мы размещали на 2 недели бизнес, который вроде бы как бы не должен хорошо, хорошие показатели иметь, но у него было за 2 недели профит больше миллиона рублей. Мы думали, ну классно же, классно. Были случаи, когда размещался ресторан, у него профит был там 860 тысяч за 2 недели. В другом городе мы тестируем аналогичный ресторан и профит у него всего 100 тысяч рублей. Непонятно, с чем это связано. В принципе, бизнес один и тот же. Может быть контингент в нашем случае, который находился в этом городе, он больше как бы ходит в ресторан, потому что типов ресторанов было больше в этом городе. Соответственно, пользователи привыкли использовать EDS как какую-то экономию именно в ресторанах. Не знаю, чем это связано. Вот как раз по поводу того вопроса, какие первоначальные задачи решает реклама. Это проинформировать потенциальных потребителей о существовании марки, либо вашего бизнеса. Вызвать доверие к ней, заинтересовать, создать положительный имидж. И самое главное, наверное, убедить приобрести товар именно этой марки. Как вы знаете, там, допустим, Head & Shoulders рекламировать не говорит покупать, а мы все знаем, что лучше шампунь отверхать – это Head & Shoulders. Потому что нам это навязала реклама. То есть рекламная компания не выстреливает моментально. Это долгий процесс, который нужно понимать и выстраивать, там, допустим, тестировать эту рекламу, смотреть, как реагирует тот или иной контингент на эту рекламу и находить идеальное решение для продвижения. Понятное дело, что есть супер-супер эффективная реклама. Да, это когда мы, допустим, в дома листовки разбросали, что молоко со скидкой 50%, там, гречка со скидкой 70%, а к вам на следующий день, с утра, там, бабушки пришли, все раскупили. Такая реклама тоже существует, но это не в нашем случае. И, соответственно, там сам бизнес принесет большие потери с такой рекламой. То есть это не совсем эффективно. Второе, к вам уже не придут, эти скидки не будут. Что же касается наших рекламных инструментов, здесь я хотел бы остановиться поподробнее. У нас сейчас есть несколько типов, которые мы анонсировали. Первый тип – это большой баннер. Почему это самое выгодное место для размещения? Почему самое дорогое? Потому что он занимает больше процента экрана, чем другие баннеры. Вот, реклама. И также он находится в самом верху. То есть когда открывает кто-то приложение, он моментально его видит. То есть это то место, на которое не нужно скроллить, его сразу видно. И здесь нужно подходить как бы к этому вопросу очень серьезно. Потому что нужно донести информацию до пользователя, выгодную, чтобы ему захотелось туда зайти. Вот как на примере здесь, допустим, фитнес-центр, в котором есть бассейн. То есть 3300 рублей в месяц. Они еще написали премиум класса, бассейн на три месяца. Я бы еще добавил, конечно, если там есть какие-то занятия для детей, потому что это тоже очень большой роль играет, что можно прийти, допустим, с ребенком, чтобы он искупался, чтобы родители поплавали. То есть это хороший такой офер. Вот такие баннеры работают. Их может быть на экране располагаться до четырех баннеров. То есть они с слайдером. И у каждого как бы равные условия. Потому что у каждого пользователя эти четыре баннера будут выводиться в разном порядке. То есть кто-то зайдет, увидит фитнес, вот этот морепарк на первом месте. Кто-то за счет зайдет, увидит другую рекламу на первом месте. Они у каждого пользователя мешаются, чтобы всем создать равные конкуренции. Рентные преимущества. Что бы не было такого, что один баннер выделяется у всех там на первом месте, а до других трех нужно еще листать. Что касается четырех, вот нам задают вопрос, а если мы хотим пять, шесть, семь разместить. Мы говорим, можно, можно разместить пять и шесть, но у каждого будет выводиться всего четыре рандомных баннера. То есть если их у нас стоит семь, вот из этих семи берется четыре рандомных, у одного пользователя вывели. У другого пользователя выведут еще четыре разных баннера. Все говорят, там, рандом это сложно. Представьте себе мешочек, вот мы у него сложили какие-то монетки, рукой перемешали, берем четыре любых монетки и показываем пользователю. Следующий пользователь заходит, мы опять все монетки сложили, помешали, показали четыре рандомных. То есть у каждого будут одинаковые условия. Также хочется отметить, что этот баннер у нас предназначен также для внешних компаний. Сколько показов можете узнать у вашего стоящего куратора, потому что мы им вчера отправили данные по статистике активности пользователя в каждом городе. То есть вы пишете куратору, сколько примерных показов будет в таком-то городе Москва, он говорит, вот за месяц столько-то, за, допустим, три месяца столько-то и там далее. Ну давайте, я на вопросы все отвечу, наверное, потом, в конце. Сейчас пока вы можете их писать, я на них не буду отвлекаться, тогда даже скроют вкладку, чтобы она не была на мозоле. Большой баннер. В него можно встроить любые механики из UDS, в отличие от всех других рекламных блоков. Что это значит? Вы размещаете картинку, грубо говоря, вот здесь у вас есть морепарк. При клике на нее вы сами выбираете, какие дальнейшие действия будут связаны с этим баннером. Может открыться внешний ресурс какой-то, то есть сайт этого морепарка, где будет написано более подробнее о фитнесе и о бассейне. Может открыться сразу карточка на вступление, если эта компания есть в UDS. Может открыться сториз этой компании, если вы заранее его оформили, у вас есть слайды по этому сторизу, где вы описываете, допустим, как хорошо в вашем бассейне, сколько всего этих бассейн, есть ли сауна, выдаются ли полотенца, есть ли групповые занятия и так далее. То есть он может генерировать разные дальнейшие действия. Это нужно запомнить, потому что это только единственный элемент в нашем приложении, который позволяет это сделать. Все остальные у нас системно зашиты на какие-то базовые действия, их менять уже нельзя. Здесь же мы можем дать волю, так скажем, разнообразия. То есть это обсуждается заранее, заранее обсуждается. Вы пишете нам на promo.uds.app, какой хотите тип баннера, и куда он должен вести. И от этого уже исходятся там сроки размещения, сроки выполнения задачи, потому что наши дизайнеры, чтобы сделать сториз, это им нужно, наверное, 3-4 часа отдать, потому что сториз еще утверждается, может какие-то правки вноситься. То есть это большая работа. Если это просто мы присоединение, ну мы можем там в течение часа разместить. Это что касается большого баннера. Что касается большого, промо цена сейчас действует 200 уе за 3 недели, это до 31 августа. То есть 1 уе это 80 рублей, по курсу 16 тысяч рублей. Все любые вопросы по размещению баннеров, какие компании можно, какие компании нельзя внешне размещать, пишите нам на promo.uds.app. Я еще дальше вот этот слайд продублирую, куда писать и где брать промо-материал, потому что очень много вопросов. Также, также я хочу вот еще один момент отметить, потому что уже такие прецеденты были. Когда нам пишет партнер и говорит, я договорился с компанией, который занимается предоставлением микрозаймов, что мы разместим, выкупим этот баннер на полгода. Пожалуйста, так не делайте. Вся внешняя реклама должна проходить у нас опух. То есть финансовая организация мы не размещаем. Мы размещаем только более выгодные такие предложения для базового потребителя. Если это шиномонтаж с бесплатным хранением колес, мы можем разместить эту информацию. Если это, допустим, какой-то трогательный зоопарк, мы можем разместить эту информацию. Если это коучи, какое-то обучение, которое не совсем подходит нашей целевой аудитории, мы все-таки стараемся сохранять лояльность бренда, чтобы было интересно. Мы это не размещаем. Пожалуйста, прежде чем пойти к таким компаниям и сказать, что да, вот есть такая возможность, позвоните, напишите на саппорт, можно ли эту компанию добавить. Потому что требования для внешних клиентов очень такие суровые. Но это мы сделали специально, чтобы лояльность к нашему бренду сохранялась на достаточно высоком уровне. Как вы знаете, что у нас рейтинг во всех системах нашего приложения более 4,9. Это почти максимальный рейтинг вообще из всех приложений. Это говорит о том, что наши пользователи нам доверяют, нас любят. Все-таки не хотелось бы, как бы эту любовь, как-то отталкивать и вызывать негатив. Поэтому обязательно спрашивайте перед тем, как кому-то идти на диалог с размещением рекламы у наших менеджеров. Вот. Второй тип рекламы. Если с первым все понятно, то есть это большой баннер, если их несколько, там слайдер появляется, и они автоматом прокручиваются в цикле, то есть через каждые там 10 секунд. У всех разные условия, он большой, красивый. У нас еще есть второй тип. Это баннер 2. Вот. Этот блок, обратите внимание, здесь уже он более направлен для того, чтобы набрать клиентскую базу. Почему? Потому что у нас есть изображение, которое олицетворяет вашу компанию, количество баллов, рейтинг, и при клике на него происходит только одно действие. Тут нельзя других действий совершить, вообще никак. У вас открывается карточка на присоединение. То есть вы нажали на смайлович, у вас открывается, хотели бы присоединиться к этой компании и получить вот эти 200 баллов. То есть эффективность наполнения клиентской базы здесь самая большая, потому что пользователи нажимают, присоединяются, дальше идут в вашу компанию и ее изучают. Здесь главный момент – сделать акцент внимания на баллах. Смотрите обязательно тот момент, что когда вы размещаете рекламу, если вы не указываете никаких дополнительных баллов, а говорите просто, я хочу разместить здесь свою компанию, у вас будет источник трафика, системный появится, с тем же количеством баллов, какой у вас выставлены ваши маркетинговые программы для всех базовых пользователей. Если вы хотите его увеличить, тогда напишите. Вот, я хочу разместиться, вы обратите внимание, вот моя компания, название такое-то, все, больше ничего не надо. Я хочу еще дать к своим вот этим приветственным баллам стандартам, там, допустим, 100 баллов сверху. Мы вам создадим системный источник трафика, который вы не можете редактировать, вы можете по нему только смотреть статистику, для чего я это сделаю, чтобы нечаянно вы там что-нибудь не поменяли, вы там не удалили как бы его или системно невозможно, ну, через саппорт удалили, и потом вся механика бы поломалась, просто бы ошибку выдавала при клике. Это защищенный системный источник трафика, такой же, как вы получаете, когда размещаете вашу компанию в подборках предложений. Вот, то есть это единственное действие вступления. Если вы готовы дать повышенные баллы, напишите об этом. Но самое главное, что здесь используются та же механика, как в большом баннере, это рандомная позиция. У нас нет фиксированных позиций, все наши компании, кто замещается, в одинаковой степени выделяются на главном экране. У кого-то там Смайлович будет первого, у другого там Достоевский, эта механика, наверное, всем понятного. Запинить компанию, то есть вот закрепить ее на первом месте, не нельзя, не за какие деньги. Вот, то, чтобы вы там выделялись больше других, нет, такого нельзя сделать. Вы хотите выделить компанию, пожалуйста, давайте, чтобы все были в разных условиях. Вот, для вас очень много механик, там и большой баннер, и такой истории. Выбирайте, но все в разных условиях будут. Промо-цена сейчас 70Е за три недели, и вот здесь очень прям интересный такой момент, который бы я хотел отдельно озвучить. Это мы проводим еще на этом блоке такой своего рода эксперимент. Почему выгодно прям сейчас, ну, оплатить и разместиться в этом месте? Мы проводим эксперимент, который называется буферная компания в рекламе. Именно вот для этого блока. Сейчас я вам все более подробно объясню. Потом вы вот напишите в чат, поняли вы или нет, как эта механика работает, чтобы я дальше уже на ней не останавливался. Обратите внимание, что в отличие от большого баннера, который размещается прямо во весь экран, этот блок размещается чуть поменьше, и за ним видно следующее предложение. Если у нас будет всего одно предложение выкуплено, у нас образуется так называемая дырка. То есть это пустое место, которое не очень красиво смотрится. И здесь мы решили пойти на эксперимент с буферными компаниями. Что это такое? Допустим, у нас есть блок «Обратите внимание», и на месяц выкупило шесть или более компаний размещения. Вот они зелененькие, показаны, как слайдер двигается. Они у каждого в равном порядке выводятся, ну, то есть в рандом. Другая ситуация. Шесть компаний выкуплено, и есть розенька. Компания – это те компании, кто платил за этот баннер в прошлых месяцах. То есть, грубо говоря, зимой заплатили, осень заплатили, сейчас лето, сейчас купила, вот шесть компаний, они выводятся, все платы, но есть еще розеньки. Мы помним все компании, кто размещался в этом блоке. Это буфер платных компаний. Для чего он нужен? Выступает в следующий месяц, и нам приходят, допустим, три заявки на рекламу на платную. Все хорошо, у нас есть три заявки, но мест у нас шесть. Вот. Первые три заявки, которые оплатили в этом месяце, они размещаются первыми и мешаются между собой. Оставшиеся три места будут браться рандомно, вот опять, случайные компании из тех, кто уже до этого оплачивался, и выводиться после них в случайном порядке. То есть, один раз купив рекламу, вы можете быть уверены, что у вас будет показываться в дальнейшем в этом блоке, при условии, что не набирается число платных компаний, допустим, в этом месяце. Может быть, одна компания оплатится, тогда будет пять розовеньких выводиться. Но платные компании выводятся впереди и между собой мешаются. После этого смотрятся свободные места, и туда добавляется из бусера, вот из такого мешочка берется просто закрытые какие-то три компании. То есть, если вы заплатили, вы точно уверены, что у вас показывается, то есть, конверсия – это вообще классные результаты. И три компании берется те, кто до этого оплачивается. Это в рамках эксперимента. Мы хотим посмотреть, насколько это эффективно и насколько полезно это будет для наших пользователей. Это единственный эксперимент для этого блока. То есть, в данный момент он как в виде эксперимента. Эксперимент будет как раз находиться до 31 августа. Те компании, которые его оплатят, они в него попадут и будет выглядеть в течение следующего месяца выводиться. Вот сейчас я сразу прочитаю, что вы написали, чтобы сразу понимать. Для баннера будет отдельная реферальная ссылка на присоединение. Если одна компания из месяца в месяц оплачивает, то больше никто будет выглядеть с одной компанией пока. Ну, это путь в никуда. На самом деле, тут и прошел этот опыт в дубль-гисе. Мы уже эту механику тестировали. И на самом деле, эта механика пока в данный момент, вот которые тесты у нас проводились до этого, бесплатно. Как вы помните, в том году после у нас дня рождения компании было заявлено, что любая компания может поучаствовать в тестах в этом блоке. Обратите внимание, она дала нам положительный результат. Потому что даже когда компании не размещались и какие-то другие предложения были, они всегда были с повышенными баллами, и новый пользователь, который скачивает приложение, видит компанию, начинает в них вступать и понимает, что есть механика вступления, есть механика баллов, то есть это своего рода мотиватором в дальнейшем пользоваться приложением. Компания торгующей безалкогольной пирмы снековым могут давать рекламу? Нет. То есть реклама тоже у нас фиксирована. Это все вы можете узнать на горячей линии в саппорте, либо написать нам на прово.юдс.бар. Я говорю, что это пока в роли эксперимента. Все у нас эксперименты заключаются в том, чтобы увеличить конверсию в скачивании приложения, время проведения в приложении и активность этих пользователей, как часто они будут заходить к нам в дальнейшем. То есть все эксперименты направлены на это. Многие эксперименты у нас были, допустим, неудачные. Есть какие-то удачные, вот удачные эксперименты, мы начинаем дублицировать и пробуем тестировать их еще и отдельно. Все, с этим понятно, что такое буферные компании. То есть они никак не конкурируют с платами. Если вы хотите действительно результат, чтобы на вас кликали, пожалуйста, оплачивайте. Здесь конверсия, если набирается достаточное количество компаний, минимально они, да, показываются, но они показываются минимально, потому что их много, и у каждой полиции там одна компания на 20 пользователей может выходить. Александр, вы можете мне потом написать, поделитесь печальным опытом с 2GIS, где предприниматели стали покидать компанию. Мне очень интересно этот опыт узнать. Можете мне в личку потом написать. Потому что у нас пока, слава богу, таких опытов нет, у нас предприниматели все довольны, и данные механики, мне кажется, хорошо отразятся на эффективности по компании. Сторонние компании, как оплачивают рекламу? По расчетному счету. То есть мы выставляем расчетный счет, они оплачивают. Давайте перейдем дальше. Это вот был второй баннер платный, это который в блоке, обратите внимание. Дальше я вам покажу, где они расположены, где они будут видны. Да, наш клиент очень доволен рекламный в UDS, вот вообще постоянно это слышал, и действительно это так. Если мы возьмем рекламу сторонних сервисов, просто есть какая-то реклама. Если мы возьмем рекламу в UDS, люди заходят для экономии. Большинство рекламы, которая у нас размещается, это направлено на какие-то офферы. То есть это выгодное какое-то предложение, рассказано о выгодном заведении, куда можно пойти со скидкой что-то сделать. Может какие-то классные заведения, где их лучше обслуживают. Поэтому мы, когда проверяли рекламу, мы очень-очень серьезно к этому подошли. Были даже такие случаи, когда мы размещали рекламу в городе, все, она отлично работала, и мы ее убирали. После этого пользователи писали, а почему вы убрали важные блоки из приложения, где были выгодные какие-то офферы на этой неделе, где там сертификаты, которые вы раздавали, где слайды с компаниями, которые рассказывали больше, то есть они просили эту рекламу. Поэтому мы не можем на это реагировать, если запускаем это. У нас офферная реклама, так же, как сделано, грубо говоря, в Озоне. Вы заходите в Озон, вы видите скидки там на детские товары, скидки на какие-то, не знаю, базовые потребности, там тренажеры или еще что-то. Это все реклама, и она там хорошо вписывается из этого приложения, становится интересно. Ты изучаешься, скидки смотришь, ага, оливки тут скидки, 50% дай-ка закажу быстренько. То есть это полезная реклама, которая и ждут наших пользователей. А не та реклама, которая вот ты смотришь в кино, и она выскакивает там, один фонбет какой-то ставки у нас портит, что происходит, дайте мне фильм посмотреть. То есть у нас реклама полезная и направлена на экономию. Давайте дальше. Дальше у нас блок. На все вопросы я попозже отвечу, после этого еще раз посмотрю. Извините за кашель, до конца не выздоровел. Дальше это блок сториз. Это для компаний, которым необходимо рассказать больше о своем бизнесе. Классный вообще бесспорный инструмент. Все, кто тестировал, положительно отзываются. Даже там крупные бренды тестировали, у которых костюмы может очень дорого стоить и были заказы, потому что через этот блок можно рассказать гораздо больше о компании. Если обычно мы говорим, что присоединяйся к нашей компании, есть какое-то описание, есть какие-то баллы, то через сториз можно прям в слайдах рассказать, что это компания, рассказать о ее преимуществах, сделать какие-то акцентные кнопки, получить карту, забери сертификат, позвони вот только сейчас, тренер будет со скидкой. Там тестировали действительно классный, классный инструмент. То есть это когда мы рассказываем о компании гораздо больше. Если мы продаем шапочки для моксов, мы можем рассказать, какие типы шапочек, почему там для моксов шапочка, это лучше. Если мы продаем какую-то, я не знаю, вот у нас есть фитнес-центр, вот был пример фитнес, точнее не фитнес-центр, групповые занятия фитнесом. Они у нас были на платформе достаточно давно, у них новых клиентов было не особо много, порядка там где-то 102 человек, 120, я сейчас вот точно не могу сказать, за два года. Мы им предложили разместить сториз, мы говорим, а что у вас есть? У них просто была картинка, что групповые занятия фитнесом. Я им позвонил, спросил, а что у вас есть? Они говорят, ой, у нас много чего есть. У нас есть групповые занятия для пожилых, чтобы они себя лучше чувствуют. Групповые занятия для детей, гимнастика, групповые занятия для детей в стиле каратэ, но там более так с фитнесом. Вы можете прийти с ребенком, для девушек будет групповое занятие фитнесом, там на каких-то таких прыгалках, ну я не знаю, как они правильно называются, а ребенка вы можете сразу оставить в комнате, где у него будут групповые занятия по гимназии. Я говорю, давайте это все распишем и сделаем красивые картинки. Когда мы их расписали и запустили рекламу в сториз, у них за первые две недели более 64 человек оставило заявку. И это действительно классный инструмент. Для некоторых типов бизнесов, в которых система лояльности может быть не так актуальна, это суперидеальный инструмент о том, чтобы рассказать и заинтересовать отзывателя, именно создать лояльность и приверженность к этому бизнесу. Показать, как у нас круто, как чисто, приходим и все там сделаем. Сториз мы сами разрабатывали, то есть у нас ребята, которым приходит заявка, они прям говорят, как лучше их сделать, какие слайды лучше разместить. Они спрашивают, какой тип бизнеса и на что можно в этом бизнесе сделать акцент. То есть они прям ведут компанию для того, чтобы сториз был достаточно хороший и популярный. То есть у них компетенция в этом есть, они уже обучены, уже год этим занимаются. И они понимают, что уже лучше меня, как компаниям сделать красивый сториз или красивый баннер, чтобы заинтересовать конечного пользователя. Вот второй пример сториз, это вот мы в самом начале, только когда сториз тестировали, запускали. Вот The Patterson Corner, это костюмы, и вот мы там разместили мужские сорочки, широкие расстояния. Понятное дело, что вот в нынешней уже ситуации мы смотрим на эти старые сторизы и думаем, блин, ну мы сейчас круче можем делать, мы же делаем лучше, как они тогда сработали, потому что вот здесь не то, вот здесь нет, нам было вот так классно сделать. То есть мы получили колоссальный опыт и делимся им с предпринимателем, как лучше сделать. Также вот еще очень важный момент. Вы посмотрели, что для сторизов у нас есть отдельный блок, то есть где размещается. Но создав один раз сториз, он у нас записывается под вашу компанию, что у вас есть готовый сториз, который размещен в этом блоке. Вы можете в дальнейшем его переиспользовать, чтобы повесить, грубо говоря, вот на такой баннер. Вы оплатили сториз, потом подумали, ага, а как будет работать большой баннер, если я туда сториз вошлю? Ну вот он дороже, но я готов, потому что тот сториз у меня хорошо отработает. Все, мы говорим, у вас уже сториз есть, если он вас устраивает и ничего менять не нужно, мы прямо сейчас его можем вшить ссылкой вот в этот большой баннер. То есть все рекламные материалы у нас сохраняются за компанией. Это нужно понимать, вот я отдельно как бы сделал, потому что многие говорят, ну, сториз, понятно, он в этом блоке размещается, а как же сделать в большой, в большой этот баннер сториз? Все, ничего такого нет, все хорошо. По поводу внешней рекламы. То есть я еще хочу раз напомнить, что мы очень сильно отсеем внешнюю рекламу. Если вы что-то хотите разместить, пожалуйста, задайте сначала нам вопрос, в какой вы компании хотите идти, чтобы вы сразу сказали, можно ли я. Потому что внешняя реклама это очень-очень серьезно. Может быть такое, может быть такое, и такие претенденты, я знаю, были в других сервисах, слава богу, нашего еще не было, когда приходил внешний рекламодатель и говорил, вот у меня компания такая, разместите на меня ссылку, они размещали. Через два дня просто при заходе на этой ссылке, может их взламывали, может еще, открывались совсем другие ресурсы. То есть это тоже надо понимать, и ну, как бы из-за этого мы очень подходим так с осторожностью к этому моменту. Мы проверяем эти компании, просим документы, представляем, что действительно компания давно работает. Вот. Минус финансовое предложение сразу, B2B сегмент пока тоже минус. Тренинги, обучение и прочие компании, которые нельзя размещать оружие, алкогольную продукцию, тоже внешняя реклама, не как с примером. Прежде чем сделать предложение, проконсультироваться у наших специалистов. Потому что это новое направление, которое мы хотим постепенно-постепенно развивать. Сейчас мы дали все по поводу рекламы внутренних компаний. Пожалуйста, пока работайте с этим. Внешнюю рекламу очень-очень аккуратненько. Вот. Интересный момент, который был озвучен на дне рождения компании, после чего очень много посыпалось вопросов, что это такое комплексы для развития городов. Если мы вернемся к слайду, вот, эффективная реклама. Это число просмотров и целевая аудитория. Вот. В данный момент во многих городах UDS работает как? Вот я пришел в заведение, получил карту, все, посмотрел на дашбор, там подборка предложения, а подборка компании есть какая-то небольшая. Все. Я закрыл приложение и в следующий раз я его открываю только тогда, когда прихожу опять в какое-то заведение, где есть UDS. Вот. С этим мы начинали бороться год назад. В некоторых городах мы начинали тестировать разные блоки. Там недельные предложения, забери свой сертификат. Недельные компании, которые предоставляют повышенный кэшбэк. Отлично работало. Активность увеличилась в разы. Если вы помните, на дне рождения компания показывала, как прошли постоянные конкурсы в Якутске. То есть там с 8 тысяч аудитория возросла до 30 тысяч. То есть ежемесячно. И они продолжали этим пользоваться. Приложением уже им было интересно. Они ждали конкурс, заходили, смотрели за обновлениями. И вот комплекс вот этих инструментов, я о нем сейчас подробнее расскажу. Это тот комплекс, который мы делаем со стороны нашей компании, анализируя заинтересованных пользователей в том или ином городе. Какие это могут быть блоки. Сюда нельзя попасть как по рекламе платной. То есть сюда не надо писать, разместите меня. Вот в этот блок разместите меня. Нет, мы сами это все делаем. Вы можете дать только по рекомендации по нескольким другим блокам. Сейчас я скажу. Предложение. Мы размещаем этот блок. Мы смотрим на компании, в которых больше всего проходит транзакции. Либо же есть какие-то новости интересные. Размещают, допустим, скидку. 25% на этой неделе какой-то ресторан дает, он разместил у себя новость. Либо какой-то сертификат он разместил, и мы видим, что это сертификат с повышенными баллами. Мы сами берем эту компанию, звонить никуда не надо. И размещаем ее на дашборде, чтобы каждую неделю эти блоки менялись. Чтобы каждую неделю эти блоки менялись. Люди заходили, видели это все новое. Перед ними расположены блоки с рекламой, и реклама лучше работает. Пользователи чаще заходят, активность увеличивается. И в целом UDS от этого колоссально растет. Мы сейчас думаем выйти уже на 50% рост, не по скачиваниям, а по активности пользователей внутри приложения UDS. Первый блок – это предложение. Мы забираем компании интересные, сезонные, может быть, еще какие-нибудь. Грубо говоря, наступает сезон шашлыков, мы сударим тех, кто мясом торгует, оборудованием шашлыков. В некоторых городах таких компаний есть. Если вы думаете, что в вашем городе вы не видели такую компанию, кто шашлыками торгует, в других городах очень много таких компаний, и из них такие предложения собирают. Мы собираем предложение, отправляем. Вот, посмотрите, что мы подготовили для сезона шашлыков. Успей там пить мясо, успей там мангал хороший купить. Это сделано, чтобы мы могли информировать пользователей за эти приложения, посмотреть что-то новое. Второй блок – это рекомендация. Это прям большой блок, и мы туда стараемся размещать компании, в которых система лояльности не совсем актуальна, как я уже говорил. Вот оленя ферма, куда вы можете с детьми приехать, посмотреть там по оленей, покормить их. Также там может располагаться какая-то квестком. То есть тот бизнес, который заходит и говорит, мне нужны именно новые клиенты, у меня не работать с темлайн. Таких бизнесов есть. Один раз я в квестком пошел, квест прошел, я уже знаю, что там есть, и второй раз я туда не приду. То есть мы сами выбираем эти компании и рассказываем, потому что эти компании интересны для семейного времяпровождения, для времяпровождения там большой какой-то шумной компании, может быть это какой-то страйкбол там в городе у вас есть клуб. То есть это тот бизнес, которым мы хотим поделиться, который скорее всего будет интересен. То есть это не салоны красоты, нет, это не магазины с продуктами. Это именно какой-то такой вот бизнес, который он такой уникальный, интересный, о котором ты узнаешь, когда ты о нем узнаешь, тебе хочется поехать посмотреть. И вот элементарный пример. Я недавно видел, что у нас разместили рекламу в Казани, это бабл домики. Классные бабл домики, то есть он прозрачный, круглый, я даже не знал, что там сказания такие есть, и там написано, вы можете на нем посмотреть там на небо, потому что еще в этом бабл домике был телескоп маленький установлен. И мы поехали туда с семьей, я говорю, блин, это же классно, сейчас же полно, у меня дочка маленькая. Я говорю, а вот ей про звезды расскажу, посмотрим на ее реакции, было вообще просто интересно. То есть вот такие компании мы в этом блоке хотим размещать. Нисколько не стоит, мы сами размещаем эти компании. То есть вот все, что желтенькое, вот такое, это повышает активность, это инструменты именно для развития городов от нашей компании. Вы можете просто написать, что в нашем городе вот есть такая компания, возможно, она подходит для размещения там в рекомендации, но оплатить никак эти компании нельзя. Они пока в данный момент размещаются на бесплатно основе. В дальнейшем может быть какая-то еще монетизация появится, но мы не хотим с этим спешить, мы хотим сначала все это оттестировать, чтобы мы были уверены, что каждый из блоков работает эффективно, чтобы мы научились работать с нашими клиентами, повышать их активность, что с рекламы, которую размещают наши клиенты, у них идет хороший профит, и они ее постоянно покупают, потому что нет смысла продать рекламу, чтобы она была неэффективной. Мы как бы за то, чтобы все были вин-вин, то есть вин был партнер, который получает комиссию с рекламы, вин был для компании, которая разместила эту рекламу и хорошо она их отработала, и вин это конечный пользователь, который увидел, допустим, эту рекламу, получил скидку по этому предложению и сказал, классно, хорошо, что я зашел в этот момент, воспользовался этой рекомендацией, соответственно, как бы уже положительный опыт. Еще один блок, это чуть позже будет тестироваться, так, тут картинка какая-то другая, нет, тут должна была другая картинка быть, у нас ехала, то есть это сертификаты, это отдельный блок с сертификатами, ну вы сейчас посмотрите на мероприятия, это мы берем компании, которые поставили галочку в своих сертификатах, использовать мой сертификат маркетинговых целей, то есть таких компаний много, уже достаточно, мы забираем этот сертификат и на неделю размещаем в отдельном блоке, типа забери свой сертификат на этой неделе, там размещается 4 сертификата этих компаний, и можно, соответственно, каждую неделю выбрать интересный сертификат, который вам понравится. Ну, поэтому я остановиться и буду, потому что слайд другой, чтобы вас не смущать, вот. Также вот с этим слайдом мы уже провели текст, это мероприятие, мы хотим освещать мероприятие в городе, то есть эти все блоки уже разработаны, они у нас есть, мы просто их пока откладываем в тестирование, допустим, мероприятия, потому что у нас много другой задачи, нужно всю информацию по рекламе сейчас, которая падает, обработать. Также я сейчас выбираю компанию по рекомендациям, также выставляем список сертификатов, компания делает, что это вот так в один клик не запускает. Но все это мы уже подготовили, и в ближайшее время мы будем постепенно-постепенно в разных городах запускать полноценный вот этот стакт контента, чтобы положение прям было максимально крутым и интересным. Вот. Это освещение мероприятий в городе. Мы уже сейчас учимся работать, то есть вот на примере некоторых городов мы связываемся с компаниями, которые освещают мероприятия в этих городах. Мы говорим, давайте мы будем дублировать ваши интересные мероприятия к нам в приложение, ставить там, что это взято, допустим, сайта inkazan.ru по мероприятиям, потому что мы же сами мероприятия не организовываем, а те сайты, именно кто заточен под мероприятия, они там все это уже собаку съели, сами организуют мероприятия, к ним обращаются за рекламой мероприятия. То есть мы берем вот именно эти мероприятия, интересные для пользователей, чтобы создать тоже еще полезный контент, который на самом деле с UDS не связан. Как мы это делали в Казани? Когда мы размещали день города у нас был, мы разместили площадки с днем города, описали, как там будет проходить мероприятие, а еще добавили вниз этой информации компании, которые находились рядом с этими площадками. То есть мы написали, а еще вы можете воспользоваться скидкой, вкусно покушать или одеться вот в этих компаниях, которые находятся рядом с каждой этой площадкой. То есть отлично сработало. Люди пошли туда, сказали, ну классно, классно. Мы хотим это в дальнейшем сделать, как-то прийти к автоматизации, но пока мы это только тестируем. Следующая часть. Что такое? Я не знаю почему, но слайды, все картинки поменялись. Это, наверное, вопрос к организаторам, которые у нас тут сидят. Михаил сидит, почему у нас тут благотворительность, в каком формате. Благотворительность. Это отдельный блок. Сейчас у нас уже поступают заявки. Он сделан чисто под благотворительность. Мы тут размещаем приюты для животных, где какой-то сбор есть. Допустим, мы можем разместить детскую команду, которую нужно собрать на одежду, спортивную, футбольную, если в вашем городе так происходит, что нет поддержки государства. Вот у нас в Казани просто это все прям спонсируется, так как это спортивная столица у нас считается. У других маленьких районов этого нет. И мы с радостью все разместим, если мы можем изменить что-то жизнь, сделать какой-то полезный контент. Ну, дать в приложении. Это классно. Но стоит тоже учесть, что когда к нам пришла вот недавно заявка о том, что вот мы собираем, у нас есть группа ВК, и мы собираем пожертвования на лечение этих животных, мы посмотрели, что группа была создана за день до этого, что до этого, это группа была совсем другое название, мы попросили закрывающие документы, что у вас действительно есть приют для животных, и они сказали, ну тогда нам не интересно. И все. То есть, понятное дело, что нужно еще документы пристать, чтобы мы были уверены, что это не мошенники. Компания не должна быть. Она вообще не должна быть. Ну, как бы если она есть в UDS, понятно дело, это хорошо. Если ее нет в UDS, мы тоже можем разместить вот этот блог про благотворительность, он именно поблаготворительность. Мы не заставляем эти фонды или предполагательные организации заходить платно в UDS. Нет, нет. Мы как бы хотим просто, нам важно, что мы можем через наше приложение изменить жизнь, потому что у нас в офисе вообще каждый месяц собираются деньги на корма для бездомных там собак. Мы чем хотим, можем, ну, хотим, чем можем, тем помогаем, грубо говоря. Вот, потому что для нас это важно. Мы любим животных. У меня вот вопс, допустим, я люблю, и когда я все равно вижу, что бездомные собаки, из которых там пинают, мне становится жалко. Поэтому это моя была инициатива разместить этот блог с благотворительностью, чтобы как-то поддержать такие фонды. Так, что самое интересное. Рекомендованные компании. Многие получали галочку рекомендованных компаний. Они сейчас выделяются в подборочках, что это рекомендованные компании. У них есть особенный знак этих рекомендованных компаний. И мы хотим с ними больше поработать. Вот. Для таких рекомендованных компаний мы сейчас подготавливаем отдельный блок. Если у вас статуска рекомендованный есть, он будет прям размещаться в отдельном блоке рекомендованных компаний на главном экране. Потому что статус рекомендованной компании получить очень сложно. Это надо не только иметь активную подписку на год. Эта компания должна быть с нами уже больше года. У нее должно быть брендирование. Они должны иметь рейтинг высокий. И если они все это делают, мы понимаем, что мы должны вознаградить такие компании. Потому что они с нами давно. Это уже наши друзья, наша часть нашей семьи, вот этого приложения EDS. Поэтому для них будет сделан отдельный блок, где мы будем их размещать на бесплатной основе. Соответственно, это будет ниже рекламных блоков в том, в зоне основного контента. Но такое все планируется. И теперь как все это будет выглядеть, чтобы вы не думали, что бесплатные блоки как-то переберут рекламные. Вот, смотрите. Три слайда. Потому что я бы сделал один длинный, но вы бы ничего не увидели. Поэтому давайте пойдем. Первый, это сверху вниз надо смотреть. Вот второй, это тоже сверху вниз. Он уже под первым должен быть. Первый идет блок с рекламы большого баня. Вот мы видим, что под ним есть слайдер. Ну, точками указаны, что активный слайдер. Он автоматом крутится. И здесь компания вводится рандомно. То есть разные компании, все пользователи, разные компании, кто пил рекламу в этом блоке. Второе, это подборка компании. Это базовая наша подборка компании. Туда попадают автоматом компании. То есть робот их проходит, смотрит на заполненность прайса. Если прайс заполнен, мы можем уже рекомендовать, потому что мы не можем подборку компании сделать. Грубо говоря, магазин одежды, если там не представлен прайс. Потому что пользователю все-таки нужно понять, в какую компанию идет ценообразование этой компании, какие хотя бы там базовые вещи есть, и оттуда сделать выводы. Хочет он у тебя в этой компании? Не хочет. Вот поэтому прайс, активная подписка. Не должно быть рейтинг ниже 4,5. Все. Автоматом в подборке попадает. Но пока мы этого робота настраиваем, он нам просто отдает рекомендации. Мы ставим, что компания проверена, должна туда попасть. В некоторых городах таких подборок может не быть. Мы сейчас все перенастраиваем, проходим переобучение, чтобы в ближайшее время во всех городах это все появилось. Вот. Дальше идет блок рекламный. Вот после... А, нет. Идет блок воспользоваться сертификатом, если у вас есть активный сертификат. После него будет рекламный блок. Обратите внимание. Как вы заметили уже, кто обновился на приложении 2 и 3, кажется, новое вышло, появился блок новые компании. Потому что часто был запрос, что вот клиенты не увидели пушку с новыми компаниями. Мы продублировали. Теперь в этом блоке все выводятся новые компании по мере добавления этих компаний. Грубо говоря, на этой неделе к нам пришло две компании, они появились. Они с пометкой Нью. Через неделю пришла новая компания, встала на первое место, те две сдвинулись. Вот, она уже с пометкой Нью стоит. То есть они цикличные, и они сдвигают последние компании. Так, вот, с этим блоком понятно. Дальше презентация, вот эти stories. Это платный контент. И дальше вот эти блоки, которые я объяснил для развития приложения. То есть это предложения, рекомендации, мероприятия, сертификаты. Ну, тут технические названия блоков, на самом деле их больше, и названия мы сами меняем, и в каждом городе разные типы тестируем. В каком-то предложении, в каком-то сертификате. А рекомендуемые компании благотворительства, они сквозные уже во всех городах появляются. Вот. Для чего это нужно? Все говорят, ну, а зачем вы эту работу-то делаете? Можно было оставить просто компанию. Мы запускаем, благодаря этим блокам, информирование. То есть мы отправляем пуш по городу. То есть внутри города, когда мы каждую неделю собираем вот эти блоки вручную, меняем их контент, потому что реклама может выкуплена на месяц, там вперед быть какая-то компания проплатила. И все компании, кто в рекламу участвует, может там на месяц вперед выкупить места. Вот. Мы отправляем пуш по городу. То, что мы для вас сменили предложения, рекомендации, новые мероприятия появились. Вот. Каждые две недели или месяц мы отправляем эти пуши. Заходи, посмотри, что-то новое. Только тогда происходит активация пользователей глобальная. То есть они заходят посмотреть, да, действительно, что-то изменилось. Если мы внесем изменения только в один блок, они его не увидят и скажут, что, ну, нифига себе, а что, ну, ничего не поменялось, больше никогда не зайдем. Вот. Для этого мы все эти блоки меняем. Вот. Не рекламные, а базовые, которые созданы для продвижения. И в них интересное предложение на бесплатной основе. Делаем, чтобы отправить пуш по городу, чтобы люди зашли, поняли, что контент меняется и каждый раз уже даже без пуши заходили каждую неделю, смотрели что-то новое. Тогда реклама работает эффективнее, потому что она выше находится и они узнают о новой рекламе через вот это пуши давление. Вот. Через свою активность. Эффективность вообще суперская на самом деле, потому что мы вот в Казани, когда это все запускали, у нас было 30 тысяч пользователей. за полтора месяца, когда мы тестировали там блоки, активность пользователей до 250 тысяч человек возросла. Это колоссальный результат. Сейчас результат показаний упал, потому что мы там ничего не тестируем, ничего. Очень низко, ну как бы, очень мало сказаний партнеров, кто доводит новый из-за идеи, у нас все старички. Поэтому мы пока здесь не тестируем, мы сделали акцент на другие города. Но вот эта автоматизация, она скоро появится в большинстве городов. Так же она будет и в маленьких городах. Просто контент для маленьких городов будет не так часто меняться из-за того, что компаний в этих маленьких городах не так много. Вот, это тоже нужно понимать, чтобы не было такого, почему, допустим, в нашем маленьком городе не меняется так часто, как в Питере или в Самаре, потому что компаний, мы не набираем столько компаний, чтобы постоянно это обновлять. В маленьких городах может по месяцу обновление идти, либо по полтора месяца. Если вы будете компании добавлять, как партнер потому что мы все для этого как площадку делали то отлично будет чаще отправлять эти пуши что-то там прям придумывайте классно интересный вопрос многие задают сколько можно заработать на рекламе и я не знаю на дне рождения компании я это все показывал говорил сколько же можно этого заработать нам тоже почему-то пишут хотя это есть во всех права материалов которому загрузили смотрите есть сумма которая платит бизнес за вами если мы возьмем пример вот большого баннера это 200 у я есть переводить деньги 16 тысяч рублей вот компания заплатила 16 тысяч рублей и 39 процентов из этих 16 тысяч рублей получают сразу же партнер который продал эту рекламу то есть это моментально выплата как с реализация лицензии 39 процентов от этой суммы который заплатила компания ведет партнеров если же какой-то промо проводится допустим цена описано за размещение 400 долларов но сейчас попробуем она будет 300 долларов мой точнее условно единиц заплатится в 300 то есть те деньги которые поступают с рекламы с них сразу выплачивается 39 процентов 21 процент из этой суммы то есть вот смотрите вот сумма 100 процентов 39 модель часть партнера 21 процент распределяется на 7 поколений вверх я как бы буквально разбираюсь 21 процент на 7 колен и вверх и самое самое что главное вы получаете деньги моментально но также понимать что эффективная реклама работает постоянно мы запускали проводили тесты запускали бесплатно компании и очень большой процент компании говорит что им нравится тот результат который приносит их рекламу в юдсе и они теперь покупают там на месяц на два месяца на три месяца эту рекламу чтобы она постоянно была то есть это очень хороший заработок для партнера который позволяет очень хорошо зарабатывает уже многие пишут что здорово знаете сколько рекламу на 300 тысяч уже просто я 300 тысяч заработал чисто место рекламы насколько на продать уже просто цифры колоссальные причем почему почему это происходит да вот как пишет на год уже оплачивать почему это происходит потому что все таки реализовать и дескат продукт очень тяжело ну не очень тяжело это тяжело это нужно прийти в компанию объяснить и в плане того что компания нет он мне не нужен это надо все рассказать это надо настроить это очень большой объем времени и труда и если вы приходите в компанию говорите хотите рекламу и говорит ну давай попробуем то есть это сделать гораздо гораздо проще чем реализовать сам продукт а проценты достаточно большие можно получить учитывая сколько стоит в данный момент даже по промо рекламы хорошие деньги любые материалы по рекламе сколько это стоит как этот баннер работает какие функцию эту баннер смотрите в промо материалов которые доступны в back-office и в админке партнеров разделах материалы там все написано рома по рекламе скачивайте оттуда я красивенько сделал написал все что нужно чтобы эту рекламу задали вопросы как задать вопрос посмотрите там все это есть на все вопросы я чуть попозже отвечу потому что очень много вопросов сколько активных пользователей в городе часто задают вопрос чтобы понять как рекламу сработать эффективно нет вчера я департаменту масштабирования то кто у нас есть крупные партнеры вот я выслал всю статистику там больше 250 городов где активность пользователей больше двух тысяч человек в месяц мы советуем вот в этих городах уже можете спокойно тестировать продавать рекламу если вы хотите статистику вашего рода напишите высшестоящему куратору у них вся информация это есть то есть мы думали выложить это все полностью в админку но потом поняли что лучше это сделать правильные когда появится рекламный кабинет только выбираешь кортете пока статистику чтобы было прям приуроченную рекламного кабинета в данном те цифры если вы считаете куратор напишите спросите они вам вышли табличку вместе с вами посмотрит расскажут где как лучше или какая крутая активность где там 300 человек где 200 человек как сделать красивую рекламу а еще лучше как узнать как у других допустим работала тайны рекламы как сделать акцент на свою наши специалисты все полностью эту информацию вам предоставить пишите на промо июдс . я хочу допустим разместить такую компанию что лучше сделать там через источник трафика куда-то разместить в рекомендации лучше сделать stories как сделать все подскажут все сделают дизайнеры работают очень круто вообще мне нравится как они оформляют все эти компании вот все делают наши специалисты если если у вас есть супер крутые специалисты пожалуйста напишите им они вам вышли требования размера допустим для слайдов баннера для слайдов stories вы просто сами делаете но они к соответственно утвердят потому что там некоторые картинки допустим нельзя размещать женщин в купальниках или что-нибудь еще такое то есть некоторые требования если у вас есть свой дизайнеры свой отдел маркетинг это разрабатывать конную компанию пожалуйста вы ставите готовые варианты также наши специалисты сами могут вам этом помочь это все входит в стоимость рекламы которая была озвучена по промо цен то есть это уже туда входят стоимость единственное единственный момент который допустим стоит учесть из-за чего цена может быть повышаться смотрите скажем вот есть место вот это большой баня вы составляете на него базовое действие это переход в компанию и присоединение все отлично цена 200 у я может быть такой момент что вы захотите до обшить stories полноценный stories понятность наверное каждому чтобы чтоб разработать полноценный stories это требуется большое время менеджера и со с нашей стороны это делает и дизайнеры если с вашей стороны все готово ничего доплачивать надо есть наш тренд там будет какая-то небольшая доплата грубо говоря за разработку дизайн проекта утверждение разработку самого stories будет оплата в 50 может 60 условных единиц потому что это уже двойная работа не просто сделать разместить вами на которые выгодны месте а еще и туда привязать другой совершенно компонент вот этот stories можно помолить но уточнять потому что может есть какие-то базовые типы stories of которые уже у ребят готова не скажу может наверное все уточняйте так сейчас подождите про активность в городе уже сказал пишите вышестоящим куратором у них эта активность должна быть посмотрите как взлетка все это вам тоже ребята вам помогут то есть если это базовая механика то трех типов где угодно промо они сами вам подскажут просто вышли 2-3 макета вы уже будете утверждать какой лучше еще один вопрос который очень много пишут как добавить компании в подборке компании с такой вопрос тоже есть вот у нас есть там ресторан хорошего не все есть он не добавлен автоматически еще компания входит робот бывает так что он ошибается может быть какой-то там что-то он не видит там в прайсе потому что с названием какая-то ошибка в прайсе бывает такое пожалуйста если вы хотите что вашу компанию добавили в подборку компании тоже пишите на промо и ds.app с пометкой добавить в подборку компании но нужно понимать условия компания должна быть активна и у компании должно быть заполнен прайс хотя бы базовыми вещами единственное исключение для компании которые могут попадать в подборку компании у которых нет от прайса это грубо говоря магазин fix price ну я вот на примере у которых очень 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 много товаров маленьких они каждый раз меняются и мы добавляем именно на карточку что это большой магазин может быть он сетевой с большим количеством там товаров ну и соответственно там прайс нереально поддерживает поэтому мы такие компании делаем исключение если это салон небольшой магазин не знаю шиномонтаж автосервис еще какие-нибудь обучение гостиницы там тоже должны быть номера у всех должны быть заполнен прайс чтобы понимать цена образования в этом бизнесе интересный сайт цена образования вообще цена образования именно рекламы именно реклама внимательно сейчас послушать сейчас у нас идет промо откуда это визита цена до 31 августа идет промо это 270 и 50 если не ошибаюсь 270 а 170 100 на stories 70 за баннер откуда эта цена взялась то есть мы взяли цену примерно минимальную цену размещения на 5000 показов то есть это с активностью города 5000 это минимальная цена которая возможна вообще в юдсе исходя из работы нашего маркетингового отдела занимается разработкой баннеров дизайна это минимальная цена поэтому ее поставили в дальнейшем после 31 августа цены будут расти в данный момент вот это промо цена зафиксирована за всеми города не надо просто многие пишут а вот нашим допустим стрелитоматия мать и такая же будет цена я говорю да такая же а в санкт-петербурге что такая же будет цена на промо да такая же промо цена зафиксирована до 31 августа на все города то есть на один город размещение баннера с большого стоит 200 условных единиц если вы хотите в трех городах разместить соответственно 600 условных единиц будет стоить потому что три разных города три разных места для всех цена сейчас одинаково после 31 августа будет повышение цены и будет повышение цены в зависимости наверное все все понимают цены будут формироваться исходя из активности пользователей в городе то есть количество пользователей в городе чем их больше тем соответственно реклама работает эффективнее и соответственно цена рекламы возрастает ну что больше компаний там хотят разместиться как внешних компаний внешней компании же не обязательно должны быть на платформе юдс на же свое делают мы там для них промо странички разные готовим для внешней компании вот таких запросов уже поступает большое количество цены будут расти потому что реклама никогда не было дешево если вы сталкивались рекламой вы понимаете сколько она стоит за три недели размещения на центральном экране вот такого большого баннера что стоит 16 тысяч рублей это действительно очень маленькие деньги для размещения допустим в москве или там в питере или в тюмени вы можете спросить уж стоящих куратор в этой табличке посмотреть активность по городов активность городов данный начинается с 300 тысяч человек в некоторых городах активность за месяц 300 тысяч уникальных пользователей продавая допустим вот эту рекламу для своих компаний которые вы заводили или допустим для компаний партнеров или для внешних вы получаете процент такой же как было звучит внешнюю рекламу вы продаете продали этом на 200 тысяч рублей такое может быть покупает по 200 тысяч рублей потому что цена еще а вот самый главный момент цена для внешних компаний сейчас тоже озвученная как промо но в дальнейшем цена будет гораздо выше чем цена для компании которые находятся на площадке ds если на площадке находится автосервис для него грубо говоря цена будет повышена на большой баннер из составе сейчас условно там три стуя то для внешних компаний так как она не находится на площадке с рекламу будет дороже может быть даже дороже в два раза быть потому что мы как бы лояльно относимся тем компаниям которые у нас мы им даем преференции то есть они более на более выгодных условиях размещать в дальнейшем внешне рекламу будет еще гораздо гораздо дороже и теперь давайте как раз вот а внешне рекламе поговорим потому что мне эта тема интерес как маркетологу я знаю как это все работает вот то что сейчас в данный момент продавая внешним компаниям у них нету возможности разместиться внутри нашего приложения и давайте вот сейчас сделаем немножко перерыв так выдохнем и я сейчас хочу свое видение дальнейшего развития рекламы как продукта донести до вас но но я вот здесь хочу отметить только но это мое видение как маркетолога она нигде не утверждено это что вот я вижу перед собой к чему можно стремиться в дальнейшем и что можно сделать с этой рекламой более эффективно то есть это мое видение дальнейшего развития рекламных инструментов то есть понятное дело что внешняя реклама у нас есть и мы хотим сделать точнее я вот в своем в своей голове может быть даже меня потом отругает когда я виду что сказал но вот у меня в голове есть такое понятие что сделать внешне рекламу как часть экосистемы юбе для чего если мы сейчас делаем внешнюю рекламу на внешний ресурс который я сказал как до этого говорил что может быть и соответствовать контенту они что-то могут там поменять я бы хотел видеть его в дальнейшем как внутреннюю часть экосистемы с легкими настройками с интеграцией тех базовых механик которые мы оттестировали вот как это я примерно вижу студия грубо говоря занятий йоги гибкая лань она у нас не находится на платформе она хочет заказать внешнюю рекламу мы говорим все хорошо так как мы знаем что stories хорошо работает это большие слайды где вы можете рассказать больше о вашем бизнесе давайте мы вам сделаем внутри и деса промо страницу для рекламы она будет выглядеть очень похоже на страничках и деса но не иметь каких-то внутренних механик системы лояльности фигур окей я хочу заказать у вас размещение рекламу до 400 долларов все хорошо они точнее мы или они подготавливают эти красивые слайды большие в виде stories а и под столицу размещает более подробную информацию своей компании с возможностью разместить очень дополнительный оффер который может быть привлечет клиент грубо говоря вот здесь сделал например скидка по промокоду и ds 300 рублей эта механика используется в лифтах вы на все в лифт заходите видите что лифт написано про используя промокод лифт и мы там сделаем скидку 20 здесь никакой интеграции не нужно это сделано для только для того чтобы в дальнейшем защитить внешнюю рекламу от внешних ссылок чтобы та информация которая складывается видеть открывалась быстро не право у тебя с не уходил была какая-то гибкая система переиспользования этой рекламы ну и соответственно она выглядела как часть какой-то внутренней экосистемы это мое видение это не значит это будет сделано я просто вам говорю как можно в дальнейшем сделать эффективную внешнюю рекламу писать в контент это хороший момент для тех компаний будет у которой допустим какая-то система лояльности своей сигарет медным юбис не подходит реклама интересного там нет нам не особо нужен потому что у нас супер какая-то там система лояльности поэтому мы хотим а чай я вот в виде не вижу это так что у нас есть какой-то такое вот внешне реклама участника системы она никак не будет конфликтовать продажа лицензии допустим с активации потому что там у нас это супер гибкий парадок суперский функционал а здесь просто внутренняя страница для защиты от внешних источников которые могут вам как-то там помешать дальше развить по всем вопросам которые возникли пишите на промо и т.к. а и он здесь я дарил что информацию хотел вам донести из презентации не такая планировался более раскрепощенные более сучками но станет здоровье не успел это сделать по как сам оклемался по как вам провел заложенным носом это все надеюсь было интересно сейчас будет время ответов на вопросы я пойду по всем вопросиком почитаю и буду их озвучивать давайте начинать как будет выглядеть в приложении если несколько компаний разместятся одновременно все компании выводятся в хаотичном порядке у каждого пользователя то есть последовательности компании нет кого-то выведет компания 123 у другого 321 у другого 231 посадим всех мешается чтобы создать равные условия еще раз на какой email писать на тот который на экране запись вебинара будет смотрите интересного а компания может выкупить сразу на год баня компания находится на форме дать тут интересный момент вы можете выкупить размещение на год допустим по фиксированной цене это будет размещение баннера но в договоре будет указано что со своей стороны если произойдет редизайн этот баннер может поменять размер потому что вы всегда стараемся улучшать наше приложение если мы продадим допустим размещение баннера большого сразу на 12 месяцев мы обязаны будем выполнять свои обязательства не как этот баннер не менять поэтому во всех случаях мы рекомендуем оплату на месяц но если вы хотите разместиться на 12 месяцев такое возможно но при условии что дизайн этого баннера может меняться там большую сторону визуализации чуть-чуть измениться то что мы всегда находимся в экспериментах для того чтобы делать наше приложение еще лучше и мы не можем гарантировать что через год этот баннер остается в таком же формате я хочу допустим их побольше сделать или разместить где-то повыше поэтому это все индивидуально обговаривается но такая возможность есть можно бы кофе разместить перечень направленной деятельности который мы точно не можем убрать на рекламу да такой список будет такой список будет и у саппорта и можно будет по запросу и в быков сейчас он готовится нашими юристами также мы сами вносим туда некоторые компании которые юристы не учили допустим это продажа не огнестрельно пневматического оружия еще другого то есть этот список будет для баннера будет отдельная реферальная ссылка на прессе для всех рекламных инструментов а также если ваша компания попадает вот в эти блоки развития которые мы сами заполняем будут всегда отдельные источники трафика они не занимают у вас места вы можете всегда зайти в консоли администратора и увидеть многие тогда удивлялись а что это такое за промоушен с у нас появился и там какие-то хорошие данные промоушен с относится к подборке предложений также у других компаний часто появляются там промоушен реклама большой баннер то есть все источники они уникальны чтобы вы могли отслеживать конверсию по каждой проданы рекламе либо же по бесплатным местам которые вам приносит сам ну который размещает самый перед с вопрос по локализации рекламной кампании город ну локализация рекламной кампании то можем ли мы не в российских городах размещать можем пожалуйста вы сами присылаете текст который там должен быть готовим текст вы пишете как он должен правильно ведь потому что допустим в праге не может быть узнать вот и уже размещаем как оплачивать рекламу сторонней компании оплачивать через расчетный счет но нужно уточнить вопрос возможно дадут еще в реальность вы списывал сбок офис но это не точно по поводу оплаты нужно уточнять час мы все проводим компании через расчетный счет внешние как проводить тестирование а.б. тестирование баннеров но это я уже до этого рассказывал у смотрите есть такое понятие как цена привлечения санкциевации пользователей мы это проходили уже на ресторанах когда мы давали допустим 100 баллов приветственных не видели что ее можно потратить 50 процентов но средняя сумма чака в этом ресторане 1200 рублей и горит ну хорошо ну-то рублей как-то вроде не очень активно и те кто присоединился получалось рублей 7 процентов из них пришли после этого мы разместили 250 и конверсия было уже 33 процента после этого мы разместили 300 баллов конверсия стала примерно 37 процентов или 40 что-то такое этому на ресторане 4 кухни тестировать причем каждый на это скажет если вы будете баллы увеличивать соответственно и заинтересованных будет больше нет вот когда было 300 потому что вот триста пятьдесят четыреста пятьсот одинаковая эффективность то есть для этой компании солевая стоимость активации клиента составила 300 баллов то есть они посмотрели что можно оплатить 50 процентов а чек примерно 1200 это выходит я могу там сходить есть представили чеки 1225 процентов оплатить то есть люди все это считают циферки и есть соответственно такие редко эксперимент вы можете там вот до этого надо было когда бесплатные бандеры были если бы вы написали нам можно разместить давайте-ка мы разместим на 200 а через месяц на 300 тогда могли бы спокойно бесплатно тестировать но почему-то когда это все было бесплатно обратилась его там 38 компаний остальные 200 12 компаний мы сами просто так добавили то есть со своей стороны сейчас можно вот на такой механики тестировать посмотреть какие баллы и как конверсию способность механика оплата механика комиссии механика оплата можно через расчетный счет оплатить опять же можно с быковь из вроде оплатить рекламу сторонникам понять через расчетный счет потому что мы выставляем документы вы заключаете договор это реклама размещается и все данные мы отправляем уже если другие данные можно посмотреть в админ панели то здесь мы через ютем метки либо же делаем выгрузку в дальнейшем и отправляем внешнему рекламодатель чтобы он мог посмотреть сколько человек перешло сверить со своими данными сколько было число общем показать чтобы он это все видел по городу вся статистика отправляется если в городе нет купленной рекламы в данном месяце буферная реклама будет включаться дальше правильно буферная реклама заполняет вот этот ок если в этом месте компании не оплатились берутся из буферных компании имеет имеет ли пользу может увидеть буферный компонент буферной компании них вы не может видеть они просто у нас хранятся и пользователь видит их в рандомном порядке если хотите посмотреть все буферные компании просто обновляйте обновляйте каждый раз твоих под они там все будут вылезать то есть буферной компании от своего рода эксперимент это такой лайфхак для компании которые ведут сейчас чтобы всегда была какая-то заполненности интересный стак приложений для новых пользователей потому что этот блок обратите внимание направлен только для новых пользователей там раздается не сертификат там именно вступление компанию чтобы он вступил в компанию узнала не более подробно и воспользовался этим приложением презентация в бэк-офисе будет ли обновлена какая презентация не совсем понимаем будь ли отдельно презентации собираем вебинар записывать сюда в записи будет цены которые сейчас на слайдах до какого числа буду делать туда 31 августа цена для клиентов юдс сторонних компаний будет одинаково нет как я уже сказал данная цена одинаково с 31 августа цена будет разительно отличаться для внешних клиентов и будет отличаться и для внутренних клиентов будет привязана к активности города для коуча подходит платформы и не совсем для коуча подходит платформы и без потому что у нас все таки это базовое потребление каких-то товаров каких-то услуг только там окажется эффективно может быть в дальнейшем мы сейчас уже тестируем таргетинг и какая-то часть базы будет выделяться тех кто допустим бизнесмены кто хочет учиться и отпущатся тысячи может быть дальше поезд после перерыв на сколько процентов планируется повышение цен смотрите после 31 августа цены планируются в крупных городах раза в три точная цена планируется потому что там активность городов 300 тысяч 400 тысяч пользователей ежемесячно может быть там ну ладно два раз единственное что сразу я хочу сказать сейчас на три недели на но после 1 августа на две недели будет размещение этого всех городах в маленьких городах может цена остаться такой же как и сейчас но срок размещения будет две недели это однозначно в больших городах срок будет две недели и цена повысится на повысить настолько насколько мы вот сейчас посмотрим чтобы она составляла конкурентную цену любым другим площадкам по размещению рекламы чтобы у нас была самая маленькая цена в нашем ну вообще в рекламных в рекламном сегменте который зарабатывает слайды stories вы можете сами разработать если у вас есть опыт можете написать нашим менеджером это все включено в стоимость статистика будет образоваться статистику по баннерам конечно будет связаться с ребятами кто даст рекомендация как вот промо и дэс . хотите разместить компанию пишите вам сразу ответить единственное что хочу сказать могут не отвечать там три четыре дня потому что заявок после мероприятия падает очень много очень много мы не думали что столько будет прямо заявок заявки прямо летят и по всем вопросам мы как можем работаем 7 до 9 вечера разбираем эти заявки чтобы всем успеть ответить вот может быть еще штат будет расширяться и тогда еще легче будет это делать но возможно что два-три дня заявка будет обрабатываться сторонняя организация только на большом баннере можно размещать только на большом баннере потому что он имеет гибкую систему настройки на любые действия остальные все два блока которые stories и обратите внимание завязаны только на компании которые находятся внутри и ds точно они имеют механику присоединения который только возможно если компания в юдсе находится история с который подгружается к внутренним данным компании для внешней компании мы тоже можем делать stories но это немножко другая там механика уже по баннеру 2 это обратите внимание есть ограничение по количеству баннеров на эту позицию нет ограничения все выводится рандомным может быть много платных компаний но стоит еще заметить такую вещь смотрите когда мы размещаем больше шести баннеров мы автоматически понимаем что конверсия допустим у всех падет на 20 процентов потому что какой-то баннер не зашел вот подборку и он не увидели мы стараемся все это учесть и возможно такое что вы купили на две недели а ваш компания будет показываться три недели то есть в данный момент мы тестируем разные механики и делаем так чтобы компания получила все-таки максимальный профит от размещения нам нет смысла взять как бы стоимость размещения денег искать прямо сами нет мы хотим все-таки компания до результата довести поэтому если много заявок на один город какой-то конкретный блок мы это все проговариваем звоним компаниям горим вы не против если мы вас разместим чуть подольше потому что здесь теперь замещать не 6 1 а 8 то есть мы берем процент вот эти компании которые прибавилось и увеличиваем размещение потому что сейчас в данный момент мы все как бы тестируем уже на продакшене когда у нас были свои тесты мы там не позволяли себе разгуливаться мы их оттестировали у нас есть результат сейчас все-таки реклама больше такого в тестовом виде поэтому промо цена есть но она вся работает уже в механика того что она работает она доказана мы с этим научились работать но сейчас механика идет когда очень много заявок один город приходит вот сейчас мы думаем как с этим работать дальше такие этапы выстроить чтобы это все было понятно и эффективно работал самое главное вознаграждение за рекламу но опять это про внешнюю рекламу по каким компаниям подбирать а пока им параметры вы отбираете компании как я понимаю компании которые мы сами размещаем там на самом деле ничего сложного нет мы смотрим сколько транзакций она проводит как пользователи оставляют отзывы то есть довольно нет компании или нет но заполненность компании то что это должен быть прайс может быть они какие-то новости размещает активно ведут себя хорошо делают результат виду что компания обслуживает всех клиентов которые к ним приходят через и ds и как бы они довольны продуктом те компании мы размещаем то есть для этого есть алгоритмы внутри самой системы ds который нам позволяют и модерации легче саппорта с вами работать с компаниями когда есть какие-то допустим просадки и модераторы саппорта мы звонили раньше спрашивали почему у вас транзакции приходит ингредиентом система отлетела как интеграции и там быстро этот вопрос решался вот эти же все алгоритмы используем для того чтобы выбирать компании которым будем бесплатно размещать как можно узнать график запуска новых разделах городах а вот это интересный вопрос наверно список городов по тогда подготовим вышлим куратором с которых будем начинать заполнение ну наверное логично понимать что мы начнем заполнение городов тем где есть самая большая активная аудитория по партнерской сети по клиентской сети этим эти города легче прям быстро прокачать потому что там все вот эти подборки заполняет почистка вставать а то что очень много компаний из которых можно сделать какой-то выбор и составить полноценно интересное предложение но мы планируем что это в дальнейшем будут тоже как-то автоматизировано потому что мы собираем сейчас большой опыт в этом плане и уже пишем автоматизацию для многих блоков она уже написано это автоматизация мы ее используем ну наверное в течение 8 месяцев вообще все города в автоматический режим этот переведем и будем только вам модерировать компания который робот советует для размещения можно подать заявку на тестированные разделы мероприятия нужных калинске у нас есть информ партнеры да вы можете в блоке рекомендации по мероприятиям допустим по тем же самым благотворительности и писать на проведет . мы эти все заявки разбираем точнее я разбираю сразу стараюсь ответить можно ли разместить то или иное мероприятие либо благотворительный центр а будут ли stories и для компании внутри их страничку хороший вопрос вообще как запрещенный сети пример смотрите так как stories вообще работает максимально эффективно это большие слайды которые у нас уже в понимании это как в инстаграме как в других местах все сейчас стараются размещать stories потому что это максимальная передача информации в виде графики а лучше один раз увидите чем вторых слышит вот поэтому мы хотим немножко изменить карточки внутри компании и сделать так чтобы компания которая хочет что-то там передать и рассказать о себе больше программ большие фотографии на своей страничке размещать вот как в этом примере то есть вот она делает что у меня расширенные фотографии я хочу использовать в виде постоянного stories а и тогда у него формат вот это его иконки с картинкой точнее блока с картинкой который сейчас есть он более узкий он становится большой и вы уже через него можете передавать даже какие-то новости какие-то акции сделать там блюдах можете меню там разместить но у вас уже на странице компании будет в большом формате таком виде stories потому что эффективный инструмент работает легко и прямо рассказать через него быстро и эффективно то есть не надо никуда вчитываться все через визуал передается это самое мне кажется еще такой инструмент для рекламы который сейчас будет набирать нам супер обороты будет везде применяться даже в кастомных там приложениях которые ручками пишут стас планируется принцип который чертовом формате не знаю пока такие города мы вот все выгрузим все посмотрим потом уже отдельно все этот список предоставим сколько по времени будет отображаться новой компании вообще времени нет на отображение как только появляется новая компания на сдвигает предыдущая компания и всего восемь мест то есть может быть такое что заполнил грубо говоря в худшем случае там за полгода вообще никакой новой компании не появилось но вот 8 компаний будет отображаться чтобы хотя бы заполненный единственный тот момент что плашечка new такая есть которая это супер новая компания которая появилась вот ближайшие две недели она будет висеть две недели следовательно потом приходит новая компания на все это сдвигает и восьмая компания которая становится 9 уходят из этого списка где в приложении выходят где в приложении выходят stories но это отдельный блок для stories мы хотим выше совместить внешним блоком пока продумывается механики смотрим как лучше делать стас а поиск компании в рубрикаторы по названию компания появится о мы пока об этом не думали посмотрим потому что выкатываешь круто фото что-то на потом еще раз правильно что компания может быть не подключена но может оказаться кому все верно компания может быть не подключена фидерс можете отказать рекламу макет готовит сама компания нет мы помогаем с всем изготовлением не за отдельный пока не в за отдельные деньги в дальнейшем это кстати вот такой вопрос в дальнейшем может быть будет за отдельную потому что очень большая нагрузка на разработку и будем уже брать дополнительный штат именно сотрудника то будет заниматься только составлением макету для рекламы проводится на действие для москвы также партер получает награждение на если баннер уже заняты желающие вот здесь тот же вопрос стоит если баннер уже заняты смотреть физически можно отобразить ток 6 но на самом деле платных баннер может быть 12 просто из этих 12 физически будут какие-то рандомные 6 компания отображаться то есть по статистике это немножко снижает конечно конверсию немножко снижает нужно понимать что больше шести компаний обычно в блоке это крупные такие города как там москва как самары где активность аудитории больше 200 тысяч человек поэтому в нынешних ценах в нынешних цены которые есть сейчас по промо это даже при условии что там будет 12 компаний 6 отображаться рандомно это максимально эффективности то есть та цена которая сделана это очень низкая цена я правильно понял что внешне компания платил баннер до попадает на главный экран и без клиент кликай на баннер проваливается на ресурс той компании сайтовка или другое да все правильно но там есть одно условие чтобы эта статья раскрывала оффер про по юдс у которым он кликнул гру сейчас объясню пример заходит компания к нам зашла компания канавта это казанский автосервис крупный который ски а работает вот и они написали что шиномонтаж для пользователей ds будет стоить две тысячи рублей плюс для пользователей еду с хранения конес бесплатно вот это выгодный как бы оффер потому что в других местах все это хранение было платно примерно 1200 рублей а здесь на хранение бесплатно лучше шиномонтаж по записи 2000 рублей стоил и они сделали на своем сайте в разделе новости отдельную страничку где написали что для пользователей системы и ds действует вот это замечательное предложение и ссылку сделали на эту новость чтобы она раскрывала вот этот оффер который мы размещаем виде баннера внутри ds так планируется ли таргетированная реклама нас ведь уже есть много данных о клиент до планируется все тестируется но так как у нас смотрите у нас 90 процентов это клиентская база которая состоит из 60 процентов женщин которые базовые механики там салонов красоты продуктов и мужчин вот сейчас если ее делить будет конечно интересно такая механика но в дальнейшем это планируется когда больше будет аудитория как скажем так не наши не целевая которые битуби будет заходить и до финансовые какие-то услуги для ведутся в спрей уже есть мы по нему на своих одна и она вот на 80 типов бизнесов она сейчас хорошо работает но будут запускаться потому что все-таки даже тот блок обратите внимание где можно рекламировать там женское нижнее белье допустим скидка там все процент начинал это не очень интересно хотя некоторые есть такие которые говорят все куплю жене классно делаю подарок больше подарков для меня не для жены вот но мы планируем и немножко сейчас уже тестируем скорее всего будем объявлять может быть ну не ближайшее время точно не на итогов года но чуть похоже да как компания внешне разместившая свою рекламу на платформе дать бы читать заинтересованных покупателей компания внешне это размещает платформу рекламу других сервисов уже имеет базовой механики то есть они знают как это размещается обычно это делается по ютм меткам которые они сами прописывают и в консоли допустим администратора веб-сайта либо группы они смотрят сколько входящего трафика пришло с того или иного приложения по этим меткам также мы со своей стороны отправляем статистику по показам по переходам что они могли все эти данные сверить понять что дальше действительно существенно никакого обмана нет то есть выплат уже с учетом налогов да все правильно стоимость рекламы озвучено с учетом промо цен озвучил с учетом налогов можно ли локализовать на уровне ниже гордо район города москва очень большая хорош вопрос вообще по москве почему кстати не было города москва в списке на дне рождения компании потому что все таки в москва у нас имеет самую большую активную аудиторию мы не хотели вообще попробовать цену в москве ничего продавать но все-таки мы делаем условия разных для всех и что все кайфанули мою москву тоже добавили для размещения в дальнейшем планируется москву разделить прямо на сектора потому что когда мы пробовали вот эти полигона составить это ужас просто как это будет работать что такое сектора мы сначала делили внутри макада вроде как в москве было вот понял что это не совсем работает потому что он может быть на стыке находиться этих границ областей точнее да и мы будем делать как пользователь бизнес указывает точку откуда он хочет рекламироваться и в радиусе получается 20 километров окружности его реклама будет показано то что он может сместить точку в домодедово сказать вот в радиусе 20 километров будет показано реклама может там куда-нибудь там другой район сместить но эта механика сейчас прорабатывается от москва действительно сложный город для размещения реклам потому что там механики стандартного как выбора города и полигона не совсем работает там очень тяжело это сделать заявок мы с этим сейчас работают скоро времени это появится и соответственно будет показано уникальная реклама для разных районов для разных маленьких городов там сап городов какие изменения по закону рекламе будут 1 сентября страна вопрос по закону о рекламе смотреть отчет оба эффективность получит только компания рекламодателя или партнер тоже отчет ток получит компания рекламодатель вы можете у него запросить потому что это сугубо конфиденциальные данные бизнеса мы не имеем права делиться даже с партнерами этими данными если в эту компанию сами ведете сами заполняйте другое дело компания вам разрешила все но данные как бы передается именно компания мы отправляем так хорошо пожалуйста покажи пожалуйста слайд наверное вы уже там ушли ну давайте я покажу как это теория может выглядеть расположены точнее как у нас сейчас расположение блоков идет вот то есть нижний самый контент который мы сами спалил сам внизу вся основная реклама на самом верху это планируется ли водить статистику по push уведомлением вроде как ребята все это готовят но нужно уточнить наверное этот вопрос лучше задать сергею кустежова когда он будет проводить либо же написать на саппорт вам ответить если данные постараться такие данные если бы как бы ну от каждого города не зависит поэтому направляйте на на промо какой вам город надо мы эти данные предоставим на что влияет оценки приложению для клиента не виду компания оценок подзывов да там работу с этим ведется на самом деле когда мы просто показали общие оценки сколько количество оценок было делать это уже повлияло на конверсию присоединение к этим компаниям из рубрикатора то есть дальнейшем не знаю как у ребятам задача но я видел макеты где были там отзывы вынесены скорее всего некоторые компании смогут их включать на свое усмотрение чтобы эти вот располагались на карточке компании так растянут с перцем вводит что обязательно с этим ознакомимся потому что и наши юридические отдела даже который будет рекламный пока ничего этого не говорил но я посмотрю ознакомлюсь и всю информацию передам так ну все я постарался ответить на все вопросы спасибо за то что прислали эту информацию что с 1 сентября по рекламе сейчас мы ее поднимем с юристами встретимся все уточним и вам расскажем на этом все спасибо большое за внимание не забывайте что у нас до 31 августа промо работает и по всем вопросам пишите на промо юдс . да возможно там долго будем отвечать да возможно это просто связано с нагрузкой вы нас тоже тоже поймите слишком много за раз мы разместили инструментов вынесли обновление и всем хочется узнать более подробно поэтому с божьей помощью всем ответим в кратчайшие сроки все всем спасибо всех было рад видеть надеюсь информация была полезной хорошего дня и Продолжение следует...